Всем привет! Сейчас лето, и я стал прикалываться с моря, с солнца, типа пляж, там, почему бы не загореть? Я решил загореть, потому что у меня очень белое тело, и я, блин, загорел. Это самое ужасное чувство, которое может быть, когда ты хочешь загореть, ты пытаешься, но ты сгораешь, и это то, что случилось со мной. У меня все тело красное, и там облазит кожа. Я страдаю уже четвертый день. И это настолько ужасная история, что я хочу ей поделиться и рассказать, как так получилось, что я сгорел. Всем, ребят, для этого просмотра. Ставьте лайк, и погнали! Позагорать я решил вот на этой вот крыше. Я сел на этот диван, и на меня просто лили лучи света. Я был без майки, и я подумал, ну раз я езжу на море, там сильное солнце, я загораю, так почему бы и не загореть вот здесь? Я живу в городе Афула, и у нас тоже очень сильное солнце, просто дикое. У нас каждый день, да, плюс 35 градусов, плюс-минус. И я разделся, сел на этот диван, и решил загореть. Я когда на море приезжаю, я аж там, блин, часами нахожусь на пляже. А тут я подумал, ну, может быть, полчасика посижу, ну, максимум час. Мое тело, может быть, загорит немножко, я так буду каждый день выходить, по полчасика загорать. И, как бы, не знаю, тело будет, мне будет лучше, мое тело будет загорать, все такое. И я, блин, охренел. Причем я, когда сел здесь загорать, я не намазался ничем. Я подумал, ну, типа, а зачем мазаться кремом, я тут выйду всего на полчасика. И это была моя самая большая ошибка. Я посидел всего полчасика на этом диване. Называется, решил позагорать. И я, блин, так сильно сгорел. Я уже четвертый день, у меня тело красное. Четвертый день, у меня сильная чесотка. Я не могу нормально спать. У меня тело вообще не предназначенное для жизни на этой земле. Мало того, что я жирный и бесформенный, склонен к полноте, так мое тело еще настолько белое, оно так быстро сгорает. Это просто невыносимо. Здесь слишком жарко на этой планете. Представляете, это вот так вот я сгорел всего за 30 минут на крыше. Вот настолько термоядерное солнце. Посмотрите, какой я красный. Я вот так вот на диване сидел, типа в телефоне. И так я и загорел. Типа это сосок. Блин, все чешется, все болит. И сейчас я в этом ролике расскажу, как у меня прошли эти дни. Как я справлялся. В общем, блин, будьте, пожалуйста, осторожнее. На солнце, оно по всему миру просто страшно ужасное. Извините, что я показал себя голым. Я просто хотел показать, как я сгорел. Ну и со временем я буду работать над своим телом. И посмотрим, я буду сильнее жирнеть, толстеть или худеть. Потому что я все-таки занимаюсь, как бы, ну стараюсь там диета, спорт. Посмотрим, что из-за меня будет. Это канал, это как бы мой сериал, где я показываю свою жизнь, свои изменения в лучшую или в худшую сторону. Даже я не знаю, что будет в будущем. Вот. И сейчас я ушел сюда. Я хотел снять на крыше видео. Но там очень сильный ветер. Поэтому я снимаю вот с балкона, с квартиры. Вот, да. И я решил позагорать на крыше. Хотя у нас каждый день 35 градусов. Я как бы себе еще не отдавал отчет, сколько градусов, какая жара. Но теперь я это прекрасно понял и осознал. Я там подумал, типа, не обязательно же загорать на море часами. Можно просто выйти на крышу или куда, вот просто в городе без моря. Мы же загораем не в море, а на солнце просто, да, на суше. И решил посидеть часик. Но в итоге мне было скучно сидеть часик. И я сидел всего полчаса. И это не первый раз, когда я сгорел. Первый раз, когда я сгорел, мы только-только приехали в Израиль. Это был 99-й год. Мне было 12 лет. И я вообще даже не представлял, что, как можно сгореть на пляже. Что, как, почему. Мне никто никогда этого не объяснял. Я нигде этого не видел. Ни в фильмах, ни в мультиках. Нигде никто не показывал, что можно сгореть на солнце. И когда мы приехали только в Израиль, мне было 12 лет. И мы, конечно же, как голодные, поехали на пляж. И купались, загорали там, блин, просто часами весь день провели на пляже, на море. И я так сильно сгорел просто. Мое тело, это вот то, что сейчас-то, вот ладно. Но тогда я сгорел так сильно, что у меня тело покрылось волдырями. Я буквально сгорел на солнце. Мне было так больно. Я прочувствовал вообще демоверсию ада. Таких болей я никогда в жизни не ощущал. Солнце в Израиле очень страшное, очень термоядерное. Я в 12 лет так сильно сгорел. У меня все тело, шея, плечи, руки, живот, спина, ноги. И все было в волдырях. Я был один большой волдырь. И это было очень страшно и больно. Все чесалось, все болело. И с тех пор я больше никогда не раздевался на пляже. Я всегда купался только в футболках, в майках. И боялся сгореть. Прошло 20 лет. Я как-то забыл про это и забил. Как-то выветрилось из памяти. И я что-то решил, ну, позагораю еще. Ну, типа, почему бы и нет. И вот пошел на крышу. Посидел там полчасика. И я сгорел сейчас так сильно за эти полчаса, что я четвертый день, у меня все тело чешется и болит. Я еще подумал, ну, я на пляже мазался кремом для загара. И был там на пляже часами. Приехал домой. И я такой же белый. Такой же белый и красивый. Несмотря на то, что я на пляже мазался кремом, который специально создан для загара. Я приехал домой. Я был весь белый. Вообще на меня солнце никак не подействовало. Хотя я там на пляже, на солнце было много часов. Ну, вот, пару дней назад. А на крыше я посидел 30 минут без крема. И я капец, как сильно сгорел. Я получил такой сильный ожог. Сначала первые два дня я был просто красный, как рак. То, что я сейчас вам показал, что я красный, это уже прошло 4 дня. Но первые два дня я был очень сильно красный. Я был в шоке. За 30 минут так сгореть? Серьезно? Но на третий день началась полная жесть. Пошла какая-то неадекватная, дикая реакция. Мое тело началось сильно чесаться. Это боль невыносимая. Чувство такое неприятное. Чесотка настолько дикая. И она никак не успокаивалась. И если ты трогаешь места, которые чешутся, то и начинает отцепная реакция. И тогда начинают чесаться другие части тела. Это просто невыносимо. Потом я такой подумал, блин, надо загуглить по-любому. Вот что-то найду, чем можно успокоить эту гребаную чесотку. И я гуглю, листаю, захожу на сайты. На этих сайтах куча подзаголовков. Тонны бесполезной информации. Я нервничаю. Чесотка продолжается. И то, как я лазил по интернету в поисках первой помощи. Как себе оказать первую помощь, когда все чешется, когда тело сгорело. Как себе, блин, помочь. Это целая история, как я лазил по интернету в поисках полезной информации. На этих сайтах буквально куча подзаголовков. Тонны бесполезной информации. Куча лекций. Я сильно нервничаю. Чесотка продолжается. Я открываю в панике всякие сайты. Меня дико все раздражает. Одновременно хочется плакать, истерить, орать. Просто сходишь с ума от безысходности. И начинаешь листать интернет в поисках какой-то помощи. Какого-то совета. Как успокоить чесотку. Даже страшно не то, что болит, а то, что чешется. Чесотка такая невыносимая. Просто ты не можешь остановиться себя чесать. Ты себя чешешь постоянно. А от того, что чешешь, ты еще сильнее чешешься. И хочется просто истерить и орать. Но сайты в интернете – это отдельная история. Если вы создатели сайтов, ребята, пожалуйста, послушайте это видео. И не делайте так, как я вам сейчас расскажу, как оно в интернете происходит. Заходишь в интернет, на сайты, в поисках нужной информации. На этих сайтах следуют разные заголовки. Нет быстрого перехода. И под этими заголовками целые ненужные статьи. Начинаешь листать сайты. И на глаза тебе все время попадается. Почему после загара чешется кожа? И что делать? И ты такой, да, да, что делать? Ищешь информацию. Листаешь дальше. Видишь заголовок. Как солнце действует на кожу? Я думаю, ну, плохо действует. Листаю дальше. Опять заголовок. Как возникает ожог? И чем он опасен? У меня мысли. Листаешь просто огромные статьи в панике. И думаешь, да нафига мне все это? Просто напишите, что, блин, делать? Если кто-то гуглит вопрос, чешется тело после загара. Что делать? То этот человек, он ищет первую помощь, которую можно себе оказать в домашних условиях. И это надо писать сразу в начале любой статьи, в любом сайте. Где угодно, если там речь идет о ожогах и чесотке после загара. Но нет. Сначала прочитай тонну текста. Почему солнце так обжигает? Всю эту ересь нужно писать не в начале, а потом, после оказания первой помощи. Ну, камон. Помогите человеку, который гуглит этот вопрос. А потом уже читайте лекции, сколько хотите для тех, кому это интересно. Короче, листаю дальше. Они продолжают. Заголовки, эти вот длинные статьи под ними. Почему после загара чешется кожа? Блин. И потом, прокрутив тонну текста, ты думаешь, наконец, я вижу. Заголовок, первая помощь. Думаешь, ура, нашел. Так, а что делать-то? На сайте написано. Теперь вы уже поняли, почему после сильного загара чешется кожа. Что делать в таких случаях, должен знать любой среднестатистический человек. Чтобы рассмотреть первые признаки солнечного ожога, нужно еще на пляже взглянуть на себя сквозь темные очки. Так вы сможете увидеть едва заметную красноту и незамедлительно укрыться в тени. Думаешь, да блин, ну что делать-то? Я уже не могу. У меня все чешется, я истерю, я плачу. Что делать? Что за бред я читаю? Нет, на сайте продолжается. Они продолжают этот пустой текст после заголовка «Первая помощь». Если очень чешется кожа, после загара избавиться от нарастающего зуда, можно воспользовавшись специальными препаратами, типа спасателя, пантенола, бепантена или судокрема. Все они продаются в аптеках и предназначены для лечения ожогов. Меня буквально начинает уже трясти от злости и чесотки. Какие нахрен препараты? Заголовок же называется «Первая помощь». Не факт, что читающий вообще в России живет. И посылать в аптеку пострадавшего? Серьезно? Сейчас, блин, я на обожженное тело, которое горит и чешется, я одену одежду и побегу в аптеку, ага. Просто напишите, как помочь себе в домашних условиях. Просто как облегчить эту чесотку. Как успокоить чесотку. Ну, по-любому же есть какой-то способ, даже если он не очень эффективный. Ну, что-то же есть, чтобы облегчить эту невыносимую боль. Листаю сайт дальше и вижу новый заголовок. «Народные методы». Я думаю, да, это, походу, оно. Просто напишите, что делать, как себе, блин, помочь. И начинается. Читаешь. Если после загара на солнце чешется кожа, то унять зуд можно с помощью проверенных средств, которыми пользовались наши бабушки. Думаешь, да, блин, хоть дедушки. Просто напишите, что делать. Сайт продолжает. «Классикой нетрадиционной медицины считается лечение поврежденных участков обычной сметаной». Я такой, да слава богу, зачем есть пустой текст на пару часов? Тяжело было написать сразу просто слово «сметана». Блин. В общем, намазался. Сижу, воняю сметаной. И да, мне чуть полегчало. Сметана реально помогает. Сметана – это просто лучшее средство от ожогов и от чесотки. Но почему об этом нельзя просто написать в начале статьи? Вам поможет сметана. Намажьтесь, воняйте, сидите, обтекайте и читайте лекцию. Ну, почему так нельзя сделать? Зачем этот весь мусорный бред про то, как солнце обжигает и почему? Напишите, что делать. Какой человек в здравом уме будет гуглить вопрос и искать на него лекцию? Обычно гуглят, если им нужна помощь здесь и сейчас. А потом уже все остальное. Да. Теперь я каждый день сижу, воняю сметаной. Чесотка периодически часто возвращается. Очень много раз в день. И я мазал сметаной, и она снова у кожи успокаивается. И из-за того, что тело горячее, то сметана быстро высыхает. И приходится мазать снова себя. Но когда сметана высыхает, то ты становишься весь белый. Ну, в штукатурке такой весь. Как будто на тебя высыпали муку. И поэтому я так же часто ходил в душ, чтобы смыть с себя эти сухие остатки сметаны. Они не очень приятные. Когда сметана шелушится, сухая, на твоем теле, она остается вообще везде. На мебели, на подушках, на кролике. Заметил, что если кожа чешется после ожога, то лучше не трогать. Пусть почешется одно место, и оно само пройдет. Иначе, если почесать то место, которое чешется, даже если оно маленькое, то если ты почешешь, то пойдет сильная реакция по всему телу. И начнется дикий зуд вообще везде. Лучше потерпеть, не трогать, оно почешется и пройдет. Да, я сгорел, и мне, блин, обидно. Почему у меня такое тупое тело? Я очень склонен к полноте с самого рождения. Когда я родился, я был самым большим ребенком. Самым крупным, самым толстым. Я очень сильно склонен к полноте. И еще тело такое белое, нежное. Я когда хожу гуляю по улице, у меня натираются ноги. Даже до крови, там где ляжки. Мне очень больно ходить. И это тело легко сгорает, легко повреждается. Это просто жесть. У мамы тело такое же. И просто обидно, что мы вот такие. Теперь я каждый день воняю сметаной и думаю, нафига мне этот загар. Я не хочу больше. Но все равно я думаю, ну можно же хоть как-то загореть. Например, я всегда, если хожу в магазин или куда-то, я хожу в майке. И вот руки, да, вот это вот место, оно давно уже у меня загорело. И оно у меня темное. Все тело у меня вот белое, видите? Но только вот это вот место, тут идет загар. Это же место у меня загорело хоть как-то, правильно? Значит, есть шанс, что и все тело может быть такого цвета, как это вот часть руки. Видите, оно темное у меня. А все тело белое, потому что я всю жизнь в майке ходил. Есть шанс как-то загореть, но... Короче, я не знаю как. Я пытался, я пытался.